Заявка. Смена счетчиков. Кто он бы поснимал? А, вроде обычная смена, да? Ну, горячая всегда почти хорошо откручивается. Тряпочку дайте половую. Горячая практически всегда откручивается нормально. Вот с холодной конечно могут быть... Ничего, это она сырая. Не, не, давайте. С холодной могут быть проблемы небольшие. Так, с обратным клапаном. Так. Выковыряем манжеты. Думаешь, две гайки открутить, да? А иногда так выпрешься. Бывает и такое. Прокладочка. Раз. Раз. Так. И второй. Смены счетчиков очень много делаю. И практически никогда не снимаю это. Сейчас вам немножко покажу, да? Две гайки отвернуть, две завернуть. Что у нас этот счетчик? Немножко. Ну да, видите, насколько новые счетчики больше торчат. Я что-то смотрю, торчит крышка, видите? Закрываться не будет. Новые счетчики. Почему они это так сделали? Непонятно. Крышка не будет закрываться. Сейчас попробуем туда стояк замять. Вот. Вот. Ну что сломаете я, что ли? Вот что-то сопринялась цинга. Сейчас попробуем подтянуть. Не, не подтянуется. Вот. Вроде все получилось. Будет закрываться. Вот с этим, чувствую, будет проблема. С этим счетчиком. Потому что он тут закис. Мама, не горюй. Сразу видно. Ну, дай бог, что открутится. Ага. Отлично. Вот. А я думал, сейчас контент сниму. Вот всегда так. Вот вверх тяжело будет. Вверх, конечно, тяжело будет открутить. Так, как вверх открутить? Так, сейчас тут возьмем вот так. Книпикс должен взять. Ага. Что-то пошло. Так, пошла жара. Так. Это сюда. Тут таблики нету. Сверху убираем. Туда упало ничего. Так, холодный, чтобы не закоксовывалось, мы... Я обычно смотаю... Что мотаем? Ничего не мотаю, потому что ничего нет. Два витка функи. И это ее спасет следующим... При следующем... Ну, поняли. В следующий раз приеду менять. Через пять лет открутится лучше. Горячая редко, когда закоксовывается холодная. Часто. Вот. Так. Пару витков функи. И в следующий раз открутится как родная. Так. Так. Это уже пройдено. Что... Ну... Что открутится... После функи. Должно всегда хорошо откручиваться. Так. Тут подтянем гаечку. Гаечку. Почему у тебя счетчики выше? Почему? Не знаю. Производитель меняет. Потихонечку, наверное. Ну, и здесь, видите, какая большая чашка. А там чашечки-то вот. Вот такие вот. Так. Что с этим? Блин, ну этот... Этот не получится. Отогнуть не получится. Так. Ну-ка. Сейчас мы... А где крышка? Давайте. Крышка. Так. Что еще здесь происходит? Здесь еще заказчики жалуются, что... Кнопка, вот видите, залипает. Нарушает центрацию. Нет. Блин, ну. Ну, прям чуть-чуть не закрывается. Она держится. Она был... Да держится. Просто... Туда стояка-то не подастся. Этот я вам поправил стояка-то, подастся. А этот нет. Так, ладно, с фунтазом разберемся. Нам сосок стоит. Трофим. Да ничего тут. Не зависит от того, кто стоял. Там бачкина сам менялся. Ага. Сейчас мы тут кое-что подрежем. Как говорится, дома доведем. Да это дело не в регулировке. По чертежу. По чертежу. Блин, даже не вынимается, глянчу. А должен. Так. Не хочет. Сейчас мы ему зубик чикнем. Опа. Вот все. Как стоматолог. Чик. Чик и все. Только Борис Михайлович. Стоматолог. За чик 5000 берет. Борис Михайлович. Ничего не берет за чик. Все входит. Сейчас стоматолог я не буду сейчас. Ну. Почтали. Я говорю, стоматолог за этот чик 5000 возьмет. Да. Садится. Все. Теперь кнопка заедать не будет. Хоть. Хоть обнажиматься. Так. Ладно. Здесь сейчас запустим. Еще будем устанавливать смеситель. Но установку саму не буду показывать. Устанавливать будем смеситель Хайба. Вот. Смеситель Хайба. Самый ходовой. Поставим. Ну. Саму смену не буду показывать. Потому что вы уже сто раз видели. Включите свет. Ну. Эта мухана уже. Этот. Тоже самый дешевый покупали. Этот. Этот или нет? Кон. Конор. Ну. Я брал что-то такое. Конор. Ну. Недорогой, да? Не помню. Конор. Да. Вещь что-то откиснулось. Там вот вкладыш. А. Меняли уже? Может два раза. А. Ну вот. Видать. Там я маленько закусил. Ладно. Сейчас займемся сменой. Я потом. Проверяем. Ничего не подтекает. Все. Отлично. Здесь какая-то водичка. Ну. Это сейчас мы вытрем. Проверим. Вот. Еще чуть-чуть поменяли. И поменяли. Смеситель. Вот этот переключатель всегда разбалтывается. Потому что гусак ходит. Здесь переключатель встроенный. И разбалтывается меньше. Заменили вот эту блестючку. Вот. Старая лечка все остается. Если что. Как резервная. У заказчиков. Ну. Здесь чашечки поставили. Все. Тютелька в тютельку. Ничего не видно. Вот. Все. Хороший смеситель. Едем дальше. Вот этими ключами. Всеми, да? Ага. Все прокручивают. Да. Все. Ты же круглую сделала я, да? Да. Сейчас. Тут нужен крутой ключ. А. Вот такой. Шесть тысяч стоит ключ. Нихаилочень. Вот он отвернёт. Должен отвернуть. По крайней мере. Я даже за резерву пробовал. Вот эти. Газ. Нет. Видишь ты. Изначально содрался грани. Если бы были бы где-то. Уцепиться. Может быть он закоксовался. Да нет. Как закоксовался. Это всегда так. Нет. Даже этот срывается. Даже книпекс не берёт. Ну-ка. Сейчас. Другой книпекс. Подешевше возьмём. Этот подешевле. Этот должен схватиться. Да. Все. Нет. Сразу дебряжа дает. Такой вот лежит. Ну газу мне отвернул бы. Да вот такой вот есть у меня. Ну всё. Сам поменяешь дальше. Да. Так. Ну немножко поврезал. Бойлер был на шлангах. Уведём сюда. Поставил пока заглушку. Чтоб не стекала вода. Вот. Эти всё приподнимаем наверх. Счётчики с нанотехнологиями. Вот. Один уже счётчик сняли. Приготовили. Фильтры поставим. Фильтров здесь не было. Видите. На магистрале ни одного фильтра нет. Вот. Счётчик сразу в управляющую компанию передаёт показания. Вот. И они потом присылают счёт. Ну это всё-то только чисто по горячей воде. Всё полипропиленом разведём. Вот. Ну и литаж вот так вот подключим. Так. Сейчас ещё горячую отрежем. Вот. Будем делать монтаж. Всё поднимать наверх. Все счётчики. Второй счётчик тоже стоял здесь. Загигулина такая была. Вот. И всё подключим. Вот. В ниши. Ниша закроется. Краны здесь будут в ниши. Водонагреватель тоже сюда уведём. Сбоку будет. Кран с водонагревателя. Ну и. Так. Ничего. Монтаж ещё походит. Сказали. Вот такие вот делишки. Всё. Занимаемся. Такой. Субботний день. Продолжаем. Работать. Без выходных. Ну когда-нибудь отдохнём. На пенсии. Как говорится. Вот. Всё. Занимаемся. Настроение хорошее. На улице погода. Чуханская. А мы в квартире. На площадку на погоду. Занимаемся работать. Процесс идёт. Запаяли. Сейчас будем тройники врезать. Многие мне говорят. Борис, зачем тебе дитрон? Поставь хорошие насадки на паяльник. Вот видите. Вот. Белая. Видите как прилипает. На левенский. И убавлял. И прибавлял. Вот уже на 200 поставил. Практически. Всё равно видите. Такой вот наплыв идёт. От паяльника тоже много зависит. Поэтому будем покупать дитрон. Заготовки уже все готовы. Сейчас тройники врезаем. И запускаем стояки поменьше. Подписывайтесь. Давайте покажу как спаивать неудобные соединения. Которые никуда не деваются. Ни вверх ни вниз. Вода чуть капает. Так. Как паяем? Вообще можно нагреть сначала вверх. Потом вниз. По очереди. Нагреваешь и... Чуть убавить. По очереди нагреваешь. Ну и типа... Одну вторую. Здесь тыки 25. Труба не армированная. Вот я обрезал. Видите? Труба не армирована. Нисколько нет армирована. Я тоже вот спаял. Вот. Закрепил уже всё. Всё будет надёжно. Давайте потрясём. Как настоящие мужики. А здесь я обычно паяю вот так вот. Раз. И всё позволяет. Видите? До меточки догоняем. Чтоб не передавить. Ну и всё. Я думаю многие так. Многие так паяют. И ничего в этом страшного и сложного нет. А самое главное натянуть и подержать. Держим. Можно подуть. Все пропиленчики дуют. Подуем для быстрого схватывания, да? Для хорошего эффекта. Дуть нужно чистым воздухом, свежим. Если будете с перегаром дуть, то у вас ничего не испаяется. А если чистый свежий воздух, как у Бориса Михайловича, пуком тоже не запаяете. Без перегара. Так что сантехники перед тем, как паять трубы, не пейте. Так, всё. Спаялась. Ну всё. Отлично. Сейчас чуть довернём. И у нас в принципе всё умещается. Всё остальное разводку сделаем. Пойдём запустим стояки. И так всё нормально. Унитаз тоже подключим здесь. Где-то краник сделаем. Вы говорили унитаз. Без этого. Без бачка. У нас все унитазы без варика. Видите он как далеко стоит. Хотя можно было его сюда впритык поставить. Видите, какое же состояние большое. Всё, продолжаем. Дальше. Подписчики. Беда за бедой, как говорится. Работаем в минус, в просак. Бля, залетаем на унитаз, короче. Бля, как я уронил. Короче, у меня вот эта крышка открыта была. Ключи некуда было вложить. Вложил вот так ключи, бля. И один ключ, бля, соскакивает. И сюда, бля, ударяет унитаз, короче. Пиздец. Вот, видите. Бля, думал, это одна часть, а там у нас три куска. Как отлетело, бля, может, лопина была. Не знаю. Хотел приклеить назад, но... Бля, заказчица разоралась. Ушла. Говорит, ставь новый унитаз или ищи такой же унитаз. Вот. Но у нас есть, в принципе, такой же. Чё тут там, блядь? Две. Две с половиной шлюстой. Вот. Короче, блядь, и настроения уже нет на работу. Никакого. Блядь, когда залетаешь вот так. На унитаз, блядь, совсем мало осталось. Нагреватель подключить. И, бля, хотел здесь краник сделать, но унитаз. Подсоедничный. На, блядь. Блядь, на тебе ключи уронил. Ну, короче, заказчица ни в какую. Я говорю, ну, ничего страшного уже. Ну, типа, не хватает. Он говорит, а если обрежется, если порежется. Страшно, не страшно, разбил. Екатерина ещё не знает. Сейчас, не знаю, Екатерина узнает, поругаться будет. Вот. Ну, Екатерина у меня мало, когда ругается на меня. Ничего страшного, заработаем. Здесь за работу я брал 3000. Вот. Вот. Или, получается, мы ещё в минус уходим. Чё, 500 рублей я всего заработаю. Здесь. Если такой унитаз. Сейчас поговорю с заказчицей. Может быть, она... Ну, пополам с ней, да. Может, она хоть 3000 там даст. Мы ей санитский унитаз поставим. Блядь. А санитой всё равно в минус будет. Ну, не знаю, сейчас что-нибудь решим. Ну, заказчица говорит, за свой счёт покупаю унитаз, блядь. И вообще всё настроение пропало. Виноват сам. Понимаю. Блядь. Уронил. Сам виноват. Куда деваться. Ну, ладно. Сейчас обговорим. Сейчас она придёт. Успокоится. И будем... Унитаз это чё? Ладно. Увидите всё, что будет. Ничего не спрашивайте. Настроения нет. Унитаз поставил. За качество купил унитаз. Вот. Ну, здесь всё провёл. Поставил кран сюда. Подключил унитаз. В принципе, всё работает. Здесь мы заработали ровно. Вот столько. Очко. Страуса. Вот. Ну, ладно, хоть в минусы не ушли. Вот. Борис Михайлович не заработал нисколько. За качество купил сама унитаз. Такой. И сказала, всё, делаешь бесплатно за свой счёт. Согласен. Я говорю, а куда мне деваться? Согласен, не согласен. Другого выхода нет. Не покупать же мне унитаз. Вот. Ну и, в принципе, всё. Такие дела. Нет настроения. Всё рассказывать. Тут подключили. Тут. Ну, доступ к счётчику есть. Нормально. Ну и здесь. Всё, ладно. Едем на следующий. Вот, если честно, уже неохота ехать на следующую заявку. Вообще никакого настроения ничего нет. Нужно ехать домой, брать бутылку водки и заливать горе. Да? Ладно. Ладно. Шутками. Едем на следующую заявку зарабатывать денег хоть каких-то. Может, что-нибудь где-нибудь заработаем. Вот. А так бывает. Это у меня второго жизни такая заявка в просаг. Вот. Выходишь в ноль. Ладно, хоть не в минус. Всё. Едем дальше. Подписчики. Небольшой объект. Ничего не снимал. Настроения нету. После этого унитаза, блядь. Ладно. Чё, заработаем. Так. Что сделали? Тут, значит, поменяли кран. Поставили хороший, валтекский. Вот. Для бабушки. Для полива. Здесь немножко вырубили, потом гвоздём здесь. Гвоздём приспорится. Это холодная вода из дома. Один тройник. Ну, в принципе, всё. Пошла вода. Вот на таких вот электронах согнули, чтобы никуда не убежала. Вот они валяются. Это у нас пошла холодная вода. Сейчас вам расскажу. Холодная вода. Так. Идёт вот по краю забора. Так, так, так. Сейчас я... Полодная вода, да. Сейчас, бабуль, набирается в бочку. Вот, видите, здесь ещё резервный кран. Там ведро налить или ещё что-то. Это у нас центральный кран. Он включили. Пошла вода бабушке, да? Здесь открыла. Закрыла бабушку. Вода наливается. Полный бочек, когда нальётся. Вода нагревается в бочке. И... Так, ну здесь кран перекрываем. Здесь вот тоже кран. Что, постоянно открыть и пускай? На насос. Ну да, система же закрытой получилась. Вот и пошла, пошла, пошла труба. Пошла в сарай. Ой, в сарай, гараж. Да, в гараж. Вот в гараже стоит такой мини-нососик фирмы. Зубр. Зубр-Мубр качает, скажу вам, нормально. Сколько качает? Производительность 35 литров. Максимальная глубина 8 метров. Высота подачи 35 метров. Вот. Но насос, понимаете, не отключается автоматически. Вот. И уже с бочки заказчики поливают, как говорится, теплой водой. Вот. Когда она там нагреется. Значит, на палисанник у нас одно крыло. Краники. Краники хорошие поставили, дорогие. Вот. Чтобы дольше стояли. И тройником, короче, уходят уже после бочки, да, от насоса. И там раз, два, три, четыре потребителя. И там. Вот. Сделали для бабушки, чтобы бабушке было легче выливать капитальную трубу. Вот. И здесь шлангом и улитка будет. Вот. Улитку поставить, переставлять быть на какое место. И. Все. На материал ушло очень много денег. На материал ушло 10 тысяч где-то. Ушло на материал. Вот. Это труба. Краны. Вот. И трубы здесь 80 метров. Представляете? 80 метров. Борис Михайлович трубу уложил. Ну, здесь приварил хомуты, чтобы никуда ничего не девалось. Ну, таким образом наливается вода. Вот. Ну, все. Затратили два часа времени. Объект закончен. Теперь бабушке будет намного легче поливать, да, чтобы не бегать ни с ледами, ни с соседями шлангами. Все. Едем, едем к тещим раним. На сегодня хватит. Завтра воскресенье. Опять куча работы. Не знаю. Завтра опять в бой. Подписчики. Так, не едем. Пристегнуться забыл. Ну, мы еще в деревне. Пристегиваюсь, пристегиваюсь. А то вы меня ругаете. Борис, не пристегнутый ездишь. Пристегиваюсь. Когда на трассу уезжаю, всегда пристегиваюсь. Если где-то по городу вылезти, залезть туда-сюда, не пристегиваюсь. Очень хорошая бабушка попалась, которую я делал. Вот. Я ей говорю, бабуль, две с половиной булки хлеба заработал. Вот. Там и дочь у нее даже была. Она, ой, Борис, а что так мало? Вот. Я говорю, блин, ну как мало? Пенсионерам скидки, говорю. Это еще деревня. А я сюда два, три раза уже ездил. Вот. Это у нас там 13 километров или 12, не помню. Вот. И она, давай, давай, это. Считай, говорит, побольше. Я говорю, бабуль, ну, две с половиной. Она такая, нет, давай на тысячу больше дам. Вот. Еще там за материал, за материал там что-то, ну, копейки, да, там. Она еще этот материал округлила, короче. Ну, видите. Немножко, немножко приятно. Не немножко, а сильно приятно, да, когда заказчики, даже бабушки, пенсионерки, да, говорят, Борис, ты что, две с половиной? На тебе три с половиной. Блин, такую работу проделал, молодец. Вот. Ну, очень приятно. Настроение немножко поднялось после этого унитаза. Вот. Хоть какую-то копейку сегодня заработали. Вот весь день наебывал, простите, за мой чувашский, французский. И заработал сегодня три с половиной булки хлеба. Вот. Весь день работал. Ладно, в минус не ушел. Ну, ничего, прорвемся, как говорится, да. Едем к теще сейчас, 120 километров, отдохнем. Банька. Шашлычки покушаем, может быть. Если что, теща мне там замариновала. Все, спасибо за внимание. Парни, давайте. Будьте здоровы, отдыхайте. Не как Борис Михайлович. Не работайте все выходные. Вот. Всем большая благодарность, кто меня поддерживает на мой паяльник Дитрон. Будь он проклят. Этот Дитрон, блядь. Не знаю, сколько мы будем на него клянчить, да, Борис Михайлович. Некоторые пишут. Не позорься, не клянчи, блядь. Ну. У каждого есть мнение, да, которое может высказать Борису. Борис слушает. И делает выводы. Все, парни, будьте здоровы. Всем хороших выходных. Всем пока. Сварщика. Целый час катались, наверное, да? Да. Так. Я говорю, целый час, наверное, катались. Да. Собрали вот такую. У нас у тебя кляники есть даже. Вот такую бампу. И печенье есть. В общем, индукционная плита. А она уже подключена? Нет. Под нее посуду. Но она, говорит, не обжигает даже. Руку можно ложить. И мне говорят, что не обжигает. Не знаю, как она. А как она будет нагревать, не знаю. Да, нагревает. Специальные кастрюли только надо. Да. Так, сюда, значит, стиралка заезжает. Да, да. Она здесь не приклеена. Да. Это сейчас мы все снимем. Здесь вот все делает пачка вот эта. Да, все отлично сделаем. Для стиралки. Но бабушка сказала соединять на сифон. Канализацию. Да ничего страшного. Канализацию соединяет на сифон, бабушка сказала. Я ее не переубедил. Сказал, говорю, уркать будет в раковине. Боль, боль, боль. Бабушка говорит, сифон пускай промывает стиралку. И пускай булькать не мешает. Но запаха не будет. Гидрозатвор типа. Вот я имею в виду. Это вот этот вот будет, да? Вот этот хобот. Он будет закрыт? Все сейчас сделай. Не переживай. Чтобы он закрыт был. Так, смесители с нашего магазина. Ну вот смотрите, на свет он такой же белый. Ну как-то. Да, здесь он пойдет. Не, просто, вы говорили, у нас темнее. А так, видите, на свет смотрится такой же блестящий. Как раз он подручий. Вот, и поменяем еще вот этот смеситель. Что, не открывается? Так, и тоже нержавейку поставим в умывальник. В умывальник поставим вот такой. Нержавейку поставим в умывальник. Можете примерить, сходить. Держите крепче. Так, ну, все, машинка. Тут, тут, сейчас все на герметик приклеим. Здесь ничего не приклеим. Собираем. Все отлично работает. Сейчас. Так. Чай, стоп, ладно. Все нормально. Крайники, манники. Собрали на жесткую. Санек, братан, тебе большой привет. Переход и на жесткую. Так. Сейчас стиральную машинку засунем. Еще немного, так и. Все отлично. Вот, посасывает нормально. Сейчас подсоединим нашу спиралку и на это все. А, еще подсоединим нашу спиралку. А, еще подсоединим нашу спиралку. Так, а здесь, здесь нужно убрать вот вокруг. Вот это, да, поменять надо? Да, вот это все, все умерло. Не торопитесь. Сейчас нам еще машинку поставим. Ну, не торопитесь. Я раньше закусите. Ну, стол накрыли. Перекусим. Позаботились о электрике. Ничего не задвигаем. Электрик уж сам задвинет. Он еще будет духовушка вставить. Индукцион подключать. Вот. В принципе, все задвинет. И вот так, таданька, все работает. Здесь вот так вот, по желанию заказчиков. Соединили сюда. Все, идем менять. Вот так, вот этот смеситель. Так. Ну, а этот не нравится, что он идет, как-то куда мне. Ну, это неудобно говоря. Вот. Поставим сейчас вот этот. Будет немножко получше. Вот и посимпатичнее. Может быть. Я что-то там какой-то вкусный. Какой тут такой. Вот так. Все, занимаемся. Здесь мы ставили ту ракуину. Как помните, на силикон сажали. Присверлил я ее. Ох, тут надо тоже все убирать. Ладно, сейчас разберемся. Постоянно течь. Не может так? Не знаю. А то у нас вот так ломался. Если постоянно течь, то она у вас вот сюда вытекала. Да. А это он просто шумит. Так. Вот. Все. Становились. Справа колонна, слева горячая. Вот. Попрессивее, получше. Так вот тут у нас. Все нормально, все нормально. Там. А там сверху тоже все нормально. Все. Задвигаем ящики. Едем дальше. Меняем Екатерину Александровну в магазине. Вот. Она пойдет на дачу сажать. Помидоры высаживать. Я попробую поработать, если получится. Ну. Никуда. Она там была, чтобы не воняло. Сейчас секундочку. Но ничего не справился. Хоба. Все нормально. Проектировщики. Все, едем дальше.